В общем, постараюсь быть с вами, постараюсь вас почувствовать ответить, может быть, на какие-то вопросы, хотя все-таки жанр нашего сегодняшнего разговора предполагает не столько ответы на вопросы, сколько ответы на такие, на живые вопросы, сколько ответы на вопросы, которые подразумеваются. Я надеюсь, что вопрос, который я вынес в тему сегодняшнего разговора, сегодняшней встречи, которая имеет цель знакомства абитуриентов новой театральной школы, школы нового театра, как мы еще называем наш проект, с целями и задачами нашего учебного образовательного проекта. Мы строим новую театральную школу уже два года. То есть это совсем новый проект, со всеми плюсами и со всеми минусами, которые бывают у новых образовательных проектов. Начнем с минусов. Минусы образовательных проектов, когда они только рождаются, естественно, заключаются в том, что что-то не отработано, что-то не додумано, что-то не скоординировано, что-то еще не доделано. Наверное, многие из вас, во всяком случае, я надеюсь на это, знают, что я где-то полгода назад ушел с поста художественного руководителя МХАТ имени Горького, а до этого я работал во МХАТе. И, естественно, эту школу, которую мы придумывали, мы ориентировали, соотносили с теми задачами, с той практикой, которая будет, как мы предполагали, у наших студентов, у наших слушателей. Так получилось, что я из МХАТа ушел, и на основу нашей концепции оказалось в подвисшем состоянии. К сожалению, и сегодня это так. Вот это вот подвешенное, взвешенное состояние остается. Что я имею в виду? Мы мыслили наше образование, наше новое, вот это, что такое новая театральная школа? Кто вам дает это право? Товарищ Баяков, товарищ Лобов, товарищи педагоги, так называть школу. В каком это смысле новая театральная школа? Что нового? Новое это, прежде всего, ориентированность нашей учебной программы на практику, на сцену, на репетицию, на спектакль, на зрителя. В общем-то, и это я думаю, что вы тоже знаете, ну как минимум половина московских театральных школ в Москве в Петербурге уже не так. В Ярославле не так. А в Москве половина театральных школ, если брать основной, так сказать, корпус вузов, ГИТИС, школа-студия МХАТ, Щука, Щепка, ну не буду все перечислять, там школа Райкина тоже, но она, может быть, там не считается в числе вот этих ведущих. Но тем не менее, половина театральных школ привязаны к театрам. Привязаны к театрам. А половина не привязаны. ГИТИС не привязан к театру. Покойный Петр Новомыч Фоменко, ну, наверное, один из последних, а может быть, даже самый большой, последний, вот из действительно великих режиссеров, которые были и великими педагогами. Ну, сложно сейчас говорить о том, что у нас есть хорошие режиссеры, но у нас нет режиссеров, которые в сознании ассоциировались бы с вот этим понятием школа. Вот он театр, вот он режиссер, и вот она школа. И это все вместе создает вот эту удивительную совершенно такую среду, удивительную форму, которая, собственно, нашими основоположниками, ну, можно сказать, российского театра, конечно, можно спорить, можно говорить и о Сумарокове, можно говорить и о, я не знаю, фанвизине, можно говорить об Островском, конечно, но если говорить о театре как о системе, и как о сегодняшнем, такое, о проекции сегодняшнего театра на историю, это, конечно, Станиславский, это, конечно, система, явление, вот такой вот конгломерат, удивительное вот это вот пространство, которое было создано Станиславским и Неверомичем Данченко. Вот они были этими самыми учителями с большой буквы. Они были людьми, которые создавали и театр, и школу. Сегодня, согласитесь, таких имен нет. Создатели и руководители школы, ну, там, мы знаем фамилии, там, ну, Заславский, Заславский, это критик, ректор Гитиса. Мы знаем потрясающего артиста Князева, очень хорошего, народный артист России, Евгений Князев, ректор Щукинского театрального училища, сыгравший, кстати, лучшая, по-моему, роль Князева. Это его последняя премьера в спектакле Тубинуса «Война и мир». Кто-то видел спектакль «Война и мир»? Поднимите руки. Кто видел? Два, три. Так, ну, вот видите. И не оправдывайтесь тем, что там билеты дорогие или еще что-то. Это неправда. Значит, вы хотите, вас интересует театральная школа. А кто видел последние спектакли? Может быть, не самый последний, не последнюю премьеру, а вот последние, например, 3-4 сезона, начиная с Евгения Онегина, может быть, Тубинуса. Кто видел спектакли Вахтанговского театра? Не густо, не густо. А кто видел спектакль «Лавр» во Мхате имени Горького? Почти столько же, как Туминус. С одной стороны, можно даже и как-то погордиться этому, но, честное слово, нет оснований радоваться. Мало, мало, друзья, мало. И вот это к вопросу о том, что такое наша школа. Это к вопросу о том, что мы строим. Мы строим такую школу, в которой вот такая вот пропорция, сколько у вас, ну не знаю, 100, сколько человек, 120, наверное, да? А, больше, да? Ну, где-то 120, может, даже побольше. И вот чтобы при вопросе о премьере последнего, последние премьеры последних сезонов, самого известного, самого популярного. Я специально не назвал театр, который, например, мой любимый театр. Театр Вахтангова не является моим любимым театром. Но я у вас спросил про него, потому что это самый-самый популярный театр московский. Безусловно. Безусловно. То есть на 100 очков впереди нескольких других популярных театров. Ну, например, там можно говорить, что театр наций там популярен. Можно говорить о некой популярности еще нескольких московских театров. Но, в общем-то, театр Вахтангова безусловный лидер. Еще раз повторяю, это не мой любимый театр. Это не мой piece of cake, как говорят англичане. Но не учитывать, не знать это, я не имею никакого морального права, называя себя профессионалом, будучи профессиональным продюсером, профессиональным режиссером. А уж если говорить об абитуриентах, о людях, которые собираются идти в профессию, задумываются о том, как мне связать мою жизнь, мою профессиональную жизнь с театром, то уж чего говорить. Вы должны знать все, вы должны смотреть все, вы должны перерабатывать, переваривать огромное количество информации. Это связано и с вашим возрастом, подавляющее большинство из вас совсем молодые люди. И с вашим, еще раз повторяю, но не только с возрастом, с вашим статусом. Если вы хотите туда нырять, если вы хотите идти в театр, то у вас нет другого способа, нежели вот такая вот, в общем-то, может быть, даже где-то экстенсивная, может быть, где-то такая несознательная. Знаете, вот берем все, сметаем все. Берем все. Пока вот потом чуть-чуть вот уже наедимся немножечко там поэты, уже начнем распознавать, уже это от этого отличается, это от этого отличается. И что-то как-то начнете вы говорить. Нет, я, пожалуй, не пойду на следующую премьеру Туминоса, все понятно. А вот там, я не знаю, Светлана Землякова, это интересно. А вот что происходит сейчас в театре Пушкина, мне совсем не интересно. А что там в какой-нибудь, в театре Погребничка, например. То есть кто-то знает про театр Погребничка, кто-то был на спектаклях театра Погребничка? Театр Около. Два, три, три человека. Один из важнейших режиссеров. Маленький-маленький театр такой, совсем малюсенький. Театр Около называется, он когда-то, сейчас он называется Около, а в свое время он назывался Театр Около дома Станиславского. Он действительно как бы расположен во дворах, ну, можно сказать, в огороде того дома, где жил Станиславский в конце своей жизни, после того, как был, ну, фактически изгнан из МХАТа. И свои последние, достаточно многое количество лет жизни, даже больше 10 лет он прожил вот в качестве такого романтического затворника. К нему артисты приходили репетировать. Так вот, какой вопрос возникает при чтении вот этого словосочетания, вот этих трех слов «Новая театральная школа»? Это, собственно, и вопрос, который является темой нашего сегодняшнего разговора. Я хотел бы вам предложить поговорить, подумать и послушать мои размышления на тему соотношений нового и старого. По-моему, нет ничего интереснее в жизни, нежели этот вопрос. По-моему, этот вопрос о том, что первичнее, что важнее, как эти категории взаимодействуют. Это один из таких фундаментальнейших, глобальнейших, основных вопросов, которые мы решаем даже тогда, когда мы не формулируем, не артикулируем это прям совсем понятно. Не обязательно сформулировать этот вопрос, чтобы на него ответить. Иногда мы отвечаем на вопросы, которые наше подсознание нам задает. Понимаете, что я хочу сказать? И вот вопрос о связях, традиции и новаторства в театре, это невероятно важный, невероятно сложный, невероятно острый, невероятно бесконечный вопрос. Об этом можно говорить бесконечно. И в принципе, любой, любой по-настоящему серьезный театральный феномен, любой по-настоящему серьезный спектакль или театр, потому что театр это, конечно, не спектакль. Есть хорошие спектакли, но не все хорошие спектакли рождают хороший театр, потому что театр это всегда настоящий театр. Русский театр, то есть русский театр это репертуарный театр. Это очень важно. Это еще и репертуар, это букет, это такое сочетание, сочетание спектаклей, каждый из которых, являясь каким-то своим целым, единым чем-то, важным, хорошим, состоятельным. Спектакль это законченное высказывание, спектакль это как книга, как стихотворение, как песня, это что-то целое. Но есть еще, кроме песни, есть понятие альбом, кроме стихотворения есть понятие сборник стихов. И если этот сборник правильно составлен, правильно подобран, если стихи в правильном сочетании, если они правильно набраны, если они правильно оформлены, если правильные буковки подобраны, если правильный цвет обложки и так далее, возникает что-то большее, что-то новое. Не просто ценность этого сборника, это не арифметическая сумма всех стихотворений. Вот у каждого стихотворения есть ценности, у каждого стихотворения есть смыслы, а теперь мы берем 20 или 200 стихотворений, плюсуемых, и теперь у нас ценность сборника. Нет, это не так, здесь не работает такая арифметика. Здесь работают другие законы, алхимические, сложные, не арифметические. Ценность этого сборника вдруг оказывается связанной с ценностью 7 и 11 какого-нибудь стихотворения, которые дают очень удивительное сочетание и удивительную энергию, и рождают что-то третье, что-то новое. Вот театр, театр очень часто вот этой алхимией занимается. Найди мне, пожалуйста, на столетие Анны Ахматовой стихотворения, страницы «Огонь, зерно и журнала». И я входил вместо «Дикого зверя в клетку», это 80-е где-то год, на столетие Анны Ахматовой, ну тоже 80-е какой-то, там в углавлении есть. К сожалению, алфавитного нет. Так вот, друзья, товарищи, давайте сперва почувствуем, чтобы как-то развивать наш разговор, наше общение, давайте почувствуем конфликтность вот эту, которая между новым и старым, между новаторством и традицией существует. Давайте почувствуем конфликт. Это театральное слово «конфликт». Вы же тоже должны же это знать, правда? Ведь конфликт. Любой, кто хотя бы одна, я не знаю, хотя бы начинал изучать основы драматургии, основы театра, любой видел это слово, да? Я сталкивался с ним. Конфликт, правильно? Мы говорим «конфликт». И мы говорим «конфликт» не в смысле «у тебя что, там, Петя, конфликт с Машей?» Мы не в этом смысле говорим. Мы говорим «конфликт», имея в виду диалектику, имея в виду развитие, имея в виду некое состояние, некое столкновение, которое на самом деле не является проблемой, а является необходимым условием для того, чтобы выросло что-то новое. У греков, например, слово «кризис», вот у нас слово «кризис» абсолютно негативную коннотацию имеет, да? Если «кризис», то «кризис». У греков, в общем-то, наших родоначальников во многих отношениях, если говорить о философии, да, о том же православии, например, которое пришло из греческой айкумена, да, из византийской империи, у греков слово «конфликт» очень часто имело вот это вот значение, какой-то болезни, какой-то вот, ну, вот, какой-то вот, ну, чего-то такого сложного, но из которого что-то родится живое, что-то родится, что-то настоящее, что-то светлое, что-то чистое. И в театре этот конфликт между старым и новым, он удивительно работает. Без новизны, ну, театр не театр. Театр — это не музей. Ну, висит тебе да Винчи, висит. Ну, и зачем нам новизна? Да, только для того, чтобы увидеть, что это, 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 все современные художники — это ужас и отстой по сравнению с мастерами прошлого, да? Ну, никто так не рисовал, как и не пишет, как да Винчи, как Рафаэль, да? Ну, нет таких мастеров сегодня. Смотрим, наслаждаемся. Слава Богу, что это есть. И уходим домой страдать из-за того, что современные художники так плохо рисуют. Ну, или там, я не знаю, передвижники кому-то нравятся, или Карл Брюлов, или еще что-то. А в театре так не получится. Нет такого театра, чтобы сейчас вот... Давайте сходим в театр, увидим, какой же сегодня ужасный театр. Вот, а настоящий, вот тот вот, который вот... Если более того, даже те, ведь уже при Станиславском были... Уже было кино при Станиславском. Уже были способы фиксации документа. Уже можно было записать и звук, и мизансцену. В общем-то, начиная с 20-х годов, спектакли записывались. И мы имеем вполне себе адекватную картинку. Но я никаких не готовил видеофрагментов для вас, чтобы... Ну, не надо. Я хотел ограничиться исключительно разговором, и, может быть, какой-то во второй части этого разговора какой-то реакции от вас. Ну, так вот. Но поверьте мне, так что поверьте на слово. Если сейчас включить спектакль 20-го года, Станиславского, или там, Великих, или Таирова, Мейерхольда и так далее, мы, в общем-то, испытаем как минимум сложные чувства. А как максимум ужас испытаем. Что? Почему они так орут? Почему они так кривляются? Почему они так неорганичны? Господи, это тот театр... Как это так может быть? Берешь книгу, читаешь воспоминания великих театроведов, великих историков культуры, великих каких-то там мастеров, которые говорят, вот этот спектакль, он просто был фантастическим. На нем люди плакали, испытывали катарсис. Хорошо. Еще раз так. Правда плакали? Весь зал рыдал. Давайте еще раз посмотрим. И почему мне так сказала? Господи, так не бывает в театре. Что это такое? Кто это? Что это разговаривает? Откуда такая фальшь? Откуда такая... Что они кривляются? Это что? Это вот этот великий русский психологический театр? Понимаете? Не получается. То есть, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Чайковский и там Бах. Хотя с Бахом уже проблемы. С Бахом проблемы. Но мы сейчас не будем об этом. Это другая тема. Сейчас мы будем говорить, что с Бахом нет проблем. Они великие композиторы, которые создали свои творения в 19-м, в 16-м, в 17-м или в каких-то веках. И сегодня, безусловно, это также работает. Во времена Леонардо да Винчи было еще там десяток художников второго ряда, еще сотни художников третьего ряда. И навряд ли сегодня иерархия изменится. А с театром так не происходит. Театра нет. Прошлого театра, традиционного театра, старого театра нет. Мы не знаем, какой он был. Это факт. Читать о нем? Ну да, ну давайте прочтем, что будет с человеком, который прочитает описание черной икры, никогда в жизни ее не попробовав. Это как что? Как селедка или как морковка? Это как? Ну нет, это как яйцо, что ли? Ну не знаю. Надо попробовать. Поэтому мы сразу, мы сразу, вот эта вот несложная такая моя логика, сразу нас толкает, приводит к тому, что театр это всегда новизна. Это прям вот что-то сегодняшнее-сегодняшнее. Даже один спектакль, который играется несколько лет, трансформируется и оказывается очень часто, очень часто такое бывает. Я видел этот спектакль пять лет назад, он был хорошим, а теперь он еще лучше стал. Или я видел этот спектакль пять лет назад, а теперь он ужасный. Ну и так далее, так далее. То есть он меняется. Категория новизны, категория новизны, это категория для театра важнейшая, определяющая, ключевая. Ты должен увидеть что-то, что ты не видел. Это закон театра. Ты не приходишь за тем, чтобы увидеть что-то, что ты знаешь, убедиться, что все хорошо. Как, например, бывает не только с картинами великих художников, но и, например, с каким-то там обрядовым народным искусством. Ведь это потрясающе, что это было. Потрясающе, что наши предки 200 лет назад эту песню свадебную пели. И давайте теперь эту песню свадебную споем. Даже если колыбельная каждая по-разному, каждая мама новая поет, но это та же колыбельная. И здесь подключается как бы вот это вот, ну, то, что мы уже знаем, то, что уже было. Слава богу, что это есть. А сейчас не работает, а с театром это не работает. Всегда новизна, всегда новизна. Новизна. Новый опыт, опыт новый. Новое пространство, не оцифруемое, не цифруемое, не повторяющееся искусство. Музыку можно оцифровать, а потом воспроизводить. Литературу, пожалуйста. Стихи, да. Живопись, ну, в общем-то, сейчас уже существуют технологии, которые позволяют там на супер, там, каком-то атомном уровне изучать спектральную структуру этой картины. И делает не просто там, ну, принт, да, не просто репродукцию, а фактически воспроизводит всю эту краску. Ну, и там, ну, и пока там, ну, какой-нибудь искусствовед поймет, что это, ну, подделка. А 99 человек из 100 даже и не поймут. Ну, и так далее, и так далее. Театр не, театр невозможно, невозможно повторить. Театр невозможно зафиксировать. Это что-то новое, уникальное здесь и сейчас. Вот остановите сейчас, там, я не знаю, вот, ну, что-то там случится, я не знаю, там, ну, заставивающая нас там выбежать или там, или на следующий день мы объявим такую же встречу. А оператор скажет, вы, пожалуйста, мы уже, вы говорите так, что вот, ну, мы там, камера не включилась. То есть скажите, вот, а нам очень нужно, нам нужен весь, вся запись мастер-класса вашего. Пожалуйста, повторите все, что вы говорили первые 10 минут. Ничего не повторю. Если я выучу этот текст и повторю его, все равно будет другая ситуация здесь в зале. Кто-то по-другому реагирует, что-то упадет, что-то произойдет, кто-то хмыкнет, кто-то это, что-то, и все, и все будет меняться. Вот это вот новизна театра, новизна театральной информации, предъявление нового человека, новых условий. Ну, не было во времена Станиславского мобильных телефонов, а они же важны в нашей жизни, значит, мы должны с этим разобраться. Ну, не было таких коротких юбок во времена Станиславского, как в 70-е годы. Ну, совсем вот такие. Хотя во времена Станиславского, ой-ой-ой, какие начались процессы, если говорить про эмансипацию. Очень много чувственности. Как раз-таки она тогда и появилась в Серебряном веке. Очень много чувственности, очень много, ну и так далее, так далее. Но, значит, приходит новая эпоха, меняются нравы, возникают новые тренды, как сейчас говорят, возникают новые смыслы, новые идеи, новые роли, новые социальные маски, новые социальные роли. Вы не задумывались о том, что удивительно, как политика, философия, социальные науки любят театральную лексику. Только задумайтесь об этом. Как часто даже юриспруденция использует вот эти понятия постоянные из театра. Персона. Это театр, это маска. Там какой-нибудь театр военных действий. Есть же такой военный термин, театр военных действий. Вот мы обсуждаем там военную специальную операцию, и какой-нибудь стоит там мужик там со звездочками, говорит, театр военных действий, здесь такой. Он не специалист по Станиславскому, он специалист в других вещах. Но он использует эти слова. Маска, персона, театр. Иногда мы используем там мизансцена, там роли, конечно. Эту роль должен сыграть там кто-то в политике или еще что-то. Это, ну и ты, и так далее, и так далее. Вот это связано с тем, что театр дает очень много информации и очень часто дает ответы на вопрос, грубо говоря, условно говоря, как оно сейчас устроено. Театр нам дает возможность увидеть самих себя сегодня. Сегодня театр дает возможность понять что-то про сегодняшний день. Мы покупаем билеты на Ромео и Джульетту, мы покупаем билеты на, я не знаю, на Макбет или на Сафокла мы покупаем билеты. Но на самом деле любой спектакль, он про сегодня. Как мои отношения вот, ну, с моим молодым человеком, вот, 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 и две тысячи лет смотрю Ромео и Джульетта, а теперь я, Маша, пришла в театр и думаю, как же мне быть вот с моим Сергеем. Это сегодня, это задача такая, никто не ходит в театр, чтобы узнать, как там было. Нет, если вам действительно интересно узнать, как там было, тогда вы будете брать исторические книги и пойдете в археологический музей и так далее, и так далее. Правда ведь? Да? Значит, про сегодня, значит, про, значит, про новизну, с одной стороны. С другой стороны, театр это всегда про прошлое. С другой стороны, театр это всегда про традицию, всегда. Самый актуальный театр, самый современный, сейчас, попозже, ладно? Закончу какой-то период. Самый современный спектакль, по самой современной пьесе, действие, которое происходит в апреле 2022 года, или, может быть, даже про действие спектакля, может ведь и происходить в апреле 2030 года, правильно? Есть же такой жанр, есть же фэнтези, и на самом деле это все равно будет про прошлое. Почему? Что мне дает право это утверждать? Во-первых, потому что люди, очень часто, рассматривая сегодняшний спектакль о сегодняшнем дне, говорят, вот по-прежнему, вот как было во времена Шекспира, так и есть, да? Мы же смотрим сегодняшний спектакль, исходя из своего опыта, правильно? Мы же видели, мы же читали про там прозверство фашистов в середине 20 века, и теперь мы видим современный спектакль, про современный какой-то там, не знаю, Афганистан, например, и мы говорим, да, мало что изменилось. У Гитлера были газовые камеры, у этих, так сказать, преступников такие же пытки, изощренные. То есть мы соотносим, мы соотносим, наша сегодняшняя жизнь, это не сегодняшний момент, наша сегодняшняя секунда, я сегодня стою перед вами, но это не я, который живет исключительно в апреле, это сумма моих уже опытов. Мне 57 лет, и все мои 57 лет сейчас перед вами, а не только сегодняшний день. Сегодня, это вот футболку сегодня поменял, а какие-то вещи уже не смогу поменять при всем желании. Хотя кто-то упорно любит об этом думать, не поменять ли мне пол, да, вот кто-то, вот там тема сегодняшней культуры актуальная такая, не поменять ли мне там, ну и так далее, так далее. А уж что говорят, не поменять ли мне там сексуального партнера, это вообще там запросто, правильно? Это как же без этой новизны? И вот в какой-то момент мы гонимся, 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 гонимся за новизной. Просто уже упираемся, уже не знаем, что сделать, доходим до вот этого бреда, типа, как в моей иллюстрации, не поменять ли мне пол. И понимаем, что не надо менять ничего, надо разбираться с тем, что есть, с тем, что было. Надо разбираться с теми конфликтами, с теми кризисами, которые мы пережили в детстве. Надо разбираться со своими родителями, со своими бабушками, дедушками. И тогда не только там сегодняшняя какая-то там катастрофа, которая произошла, мой друг умер от наркотиков, или там моя подруга сделала аборт, или они все имеют прямейшие связи с прошлым. Бабушка сделала аборт во время гражданской войны. Вот оно вот сейчас вот туда и растет. Прадедушка там, я не знаю, там был каким-то разбойником. Вот сейчас вот этот внучек и алкоголик. Прапрадедушка был убийцей. Вот сейчас этот внучек, это не значит, что был убийцей и теперь стал убийцей. Не все так просто, конечно. Все трансформируется, все удивительным образом как-то вот перекручивается. Но это все равно, если ты умеешь расшифровывать, если ты работаешь со своими глубокими, глубинными структурами своей психики. И не только своей психики, но и психики своей группы, своей нации, своего государства. То тогда ты понимаешь, это глубокие процессы, это очень сложные вещи. Театр это просложные вещи. Театр это непросто. Театр это намного сложнее, чем стадион. Я огромное удовольствие испытал вчера, наблюдая игру Ливерпуля с Вилериалом вместе со своим сыном. Кто смотрел футбол Ливерпуль? Ну, приблизительно столько же, сколько вы это учите. Пытаюсь вас как-то узнать, что такое. Когда же что-то получу подъем? Кто пойдет на бессмертный полк 9 мая? Кто пойдет на бессмертный полк 9 мая? Ну, побольше, чем на Туминоса, да. Ну, это хорошо. Это хорошо, да. Футбол прекрасный был. И вчера, и позавчера был потрясающий мат. 4-3, редкий счет. Но это все, конечно, значительно слабее. Это все значительно проще, чем настоящий театр. Настоящий театр работает с судьбой, с совестью, с покаянием, с жизнью в целом, со смыслом жизни. А футбол не работает с судьбой. Какая судьба у этого? Опять он не забил финальти. Какая плохая судьба у нападающего? Это смешно. Мы можем употребить это слово, но это будет в шутку. Мы так не скажем. Футболист не работает с покаянием. С покаянием может работать мужчина, человек, гражданин, наверное, может. Но футболист не может. То есть он, футболиста живой, может покаяться, просто он в этот момент футболистом не будет. Он будет кем-то другим. Более сущностным. И театр нас адресует к вот этим глубинным вопросам человеческого существования. Нет на самом деле другого театра. Это не театр. Хотя нам может показаться, и вы легко сможете возразить, сказать, да ладно, что вы там говорите? Вот я видела комедию, где вот эти ваши покаяния там. Нет, не так. Не так все просто. Даже, даже вот в таком внешне, таким, таком вот безобидном спектакле, как бы таким дешевым таком спектакле, антрепризном, знаете, есть такое, ну, словечко мы употребляем, даже вот в таком антрепризном, непритязательном спектакле, при серьезном анализе, при серьезном рассмотрении, если ты умеешь смотреть вглубь феномена, если ты понимаешь, про что искусство, про что живопись, про что футбол, про что музыка, про что танцы, про что парады, про что гастрономия и про что театр, если ты понимаешь, ты тогда увидишь, что вот в этой непритязательной комедии на самом деле есть, ну, например, героиня, которая обладает такими свойствами, которых нам, современным женщинам, сидит девушка в театре, купила билет, смотрит, не хватает легкость, привлекательность, простота, открытость, да, ведь в комедии такие герои, да, и мы смотрим эту комедию типа, для того, чтобы посмеяться, а на самом деле это не тот смех, который, ну, вот сейчас вот клоун дал по башке там кому-нибудь, ну, или там кто-то упал в лужу, есть такой смех, ну, просто такой животный, хотя тоже смешно, понимаете, но даже когда мы на щенков смотрим, или на котят, когда они играются друг с другом, мы уже на самом деле очень часто задумываемся о том, как мы не красивы, как мы не пластичны, как мы закомплексованы, посмотрите, как они играются, какие они, как кошка вот разлеглась и спит, и вот нежно нежится на солнце, как я хотела бы так, правда, ведь думают же, мы же думаем так про себя, мы же завидуем этим кошкам, мы, мы, они нам завидуют, что они Шекспира не могут прочитать, а мы им завидуем, что они органичны, так вот, даже в театре, таком вот, не самом глубоком, не самом серьезном, тем не менее, есть вопросы, связанные с героями, с ролевыми моделями, просто с предъявлением некой фактуры, некой культуры, например, тела, ну, красиво, ну, видеть, приходит опять же женщина, я говорю женщина, потому что, ну, статистика приблизительно две трети зрителей в театре, в современном городском театре, и в России, и в Европе, это женщины, в России даже больше пропорция женщин, понимаете, и это тоже надо учитывать тем, кто хочет работать в театре, это не значит, что только для женщин, но это же тоже неспроста, и подумайте о том, насколько традиционный, насколько вечный вопрос, который женщина адресует себе, когда же я наконец-то встречу прекрасного мужчину, ну, где же они, мужики, ну, хоть покажите мне их, если еще, ну, нет вот этого, нет, дейтинг, ну, хотя бы покажите, и тогда женщина, которая работает в городе, в бухгалтерии, или в маркетинговом каком-нибудь небольшом агентстве, или в ЖЭКе, да, или в банке, или еще где-нибудь, они же, они же очень мало, и современные люди, не то, что они, мы, мы очень мало имеем возможности просто смотреть на человека, там, ну, другого пола, правда, нас как-то, если вот там 10, ну, 10 секунд, 10 секунд я могу, ну, вот там, где-то в метро, там, или, или даже в лифте, 10 секунд, ну, вот я посмотрел, зашел, а если я не перестаю смотреть на тебя, что-то уже как-то не очень, маньяк может быть, что-то как-то, блин, где мой баллончик, где-то, телефон, да, что он смотрит на меня, а в театре, выключили свет, два часа сиди и смотри на него, никто тебе не скажет, не предъявит, наслаждайся, на ней, или на нее, на нее тоже можешь смотреть, она так пойдет, так станет, так платье покажет, так это, и женщина очень любит смотреть на женщин, не меньше, чем на мужчин, потому что актрисы еще показывают, как можно быть оригинальной, как можно быть, ну, как там, как-то пошутить, флиртануть, да, а ведь это всем нам надо же уметь, в этом существовать, вот это такой мастер-класс, не то, что сегодня я вам показываю, это настоящий, вот она, в короткой юбке, на каблуках, там будет ходить, в комедии какой-то, да, убого это, часто это очень бывает убого, это очень часто бывает убого, но это убого не столько, потому что театр убогий, это потому что наш запрос такой, мы хотим это видеть, мы хотим быть вот этими масками, понимаете, вот этими куклами, которые вот так вот ходят, и показывают вот эти вот там короткие юбки, или свои там торсы, или вот там вот так вот показывают, или вот так вот, или там какой-то профиль, или там какие-то шутки какие-то говорят актеры, написанные, сочиненные не ими, и то, что сегодня очень часто героями становятся, как раз таки героями социальных, вот вообще героями, героями политикума, очень часто становятся артистами, артисты, начиная с президента Украины, или там какой-нибудь Шварценеггера, губернатора Калифорнии, бывшего, или еще такое, это показатель убогости нашего времени, потому что еще сто лет назад артист не мог стать президентом большой страны, не мог, как Рейган, такого не могло быть, они не были героями, они не были на обложках журналов, как сейчас главный герой обложек, это там портные фактически, да, какой-нибудь там Дольче Габбана, это кто? Это портные, господи, но ведь он, это же такая звезда, уже даже не музыканты, уже даже не писатели, уже портные, сто лет назад были музыканты и писатели, а 200 лет назад были офицеры, офицеры, люди, которые жертвовали своей жизнью, они изображали что-то, понимаете, какая, какая, какая важная, серьезная линия идет, и мне кажется, мне кажется, очень важно, мне кажется, очень важно любить нам всем, и тем, кто занимается театром, и тем, кто любит театр, тем, кто работает в качестве зрителя театрального, потому что театральный зритель это уникальная профессия, абсолютно уникальная, это правда профессия, нельзя назвать профессия, даже читатель это не профессия, понимаете разницу, согласитесь, она есть, потому что без зрителя нет спектакля, а без зрителя музея, без посетителя музея, картина есть, стихотворение есть, а спектакля не будет, поэтому театральный зритель это тоже некая такая антропологическая, серьезнейшая, важнейшая практика, которая нас помещает в пространство социального ритуала, и это тоже про прошлое, когда я говорю, что театр, настоящий спектакль, это всегда про прошлое еще, это связь с прошлым, это связь с традицией, я имею в виду вот это, может быть, вы не думаете о традиции, но приходя в театр, покупая билет, заходя вот в этот зал с потертыми иногда, иногда не очень креслами, с люстрой, с вот этим герб какой-нибудь над зеркалом сцены, мы чувствуем это, мы подключаемся к этой энергии, мы сознательно или подсознательно себя мыслим внутри этого ритуала, мы совершаем некое мистическое, ритуальное, то есть не имеющее очевидных каких-то вот таких вот, ну, объяснений, зачем люди идут на бессмертный полк, нет рациональных объяснений, есть объяснения духовные, нет рациональных, можно было бы посидеть там с друзьями пиво попить в этот момент, или там, я не знаю, там с детьми поиграть, книжку прочитать, нет, ты совершаешь, ты внутри ритуала, вот театр, любой театр, как здание, как набор каких-то таких, даже мелких сценарных ритуалов, внутри большого ритуала, это удивительно традиционный акт, удивительный акт, не имеющий аналогов практически сейчас, очень мало аналогов, кино этим ритуалом так и не стал, потому что, ну, мы сейчас не говорим про прокаты, про то, что там Америка ушла, не ушла, неважно, то есть кино последних там 10, 15, нет, 20 последних лет, с огромной скоростью движется в сторону развлечения, правильно? Кино превращается в аттракцион, это аттракцион, совсем недавно фильмы Тарковского, Феллини, Бергмана и Бертолуччи были в прокатах, в кинотеатрах шли, эти фильмы, люди покупали билеты, ну, кто сейчас будет покупать билеты на никто, ну, там, какой-нибудь кинотеатр, повторного фильма, какие-то специальные эти, то есть это, 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 это про другое, сейчас не, не, не ходят с этой целью, выставки, вернисажи модных художников с приглашением модных каких-то, я не знаю, обозревателей, журналистов, с бокалами вина, с вот этим вот, ну, моментом, когда ты, ну, на выставке, на вернисаже, перемещаешься, здесь посмотрел на картину, отошел от нее, увидел какую-то девушку, которая смотрит на другую картину, ну, подошел к ней, он нормально, да, мне вот это нравится, да, поговорил что-то с ней, отошел, ну, как, ну, это, это, это не, это не акт, в театре по-другому, театр одно из немногих сегодня мест в нашей жизни, вообще, ситуаций, где мы с огромной вероятностью выключим телефон, да, ведь мы нигде не выключаем телефон практически, очень мало мест, где мы выключаем телефон, еще меньше мест, где мы не можем разговаривать, потому что на выставке я могу разговаривать, а здесь еще меньше мест, где ты не можешь двигаться, ты сидишь и смотришь в одну сторону, и в эту же сторону смотрят люди, и они смотрят на, на, на эту мизансцену, и в этот момент в левой кулисе кто-то приходит и стреляет из ружья, ба-бах, все раз, понимаете, смотрят туда, он выстрел, а там бах, упал человек, все смотрят туда, представляете, то есть таких вообще ситуаций в нашей жизни очень мало, раньше их было намного больше, сегодня эта ценность, этой предсказуемости, понимаете, этой повторяемости, этой ритуальности, она несоизмеримо вырастает, несоизмеримо вырастает, и фактически театр оказывается единственным видом искусства, а может быть, даже не только видом искусства, а вообще, может быть, единственной антропологической практикой, вообще, единственным действием, где, где люди видят настоящие страсти, конечно, ты можешь быть завсегдатаем судов, знаете, там есть же открытые, ну, возможности ходить на судебные заседания, там тоже страсти, Маша, отпиши мне квартиру, ты меня обманула, я с тобой развожусь, почему там ты у меня забрала чемоданы, там такие страсти могут идти, ой-ой-ой, но там, но эти страсти, которые мы можем увидеть, например, в суде, например, они не будут архетипическими, понимаете, понимаете значение слова архетип, свойственны всем нам, мы разные люди, но есть еще мы в нашем, в каждом из нас, здесь, здесь, под сознанием, сознание ведь это тонкое, то корочка нашей головы, корочка мозга, кора головного мозга, да, словосочетание, кора, а ведь под этой корочкой есть еще что-то, полтора килограмма, нет, чего-то, про что мы вообще ничего не знаем, и вот в этих вот полутора килограммах там живут всякие поля, энергии, которые формируют архетип, герой, мать, враг, дьявол, божественная, там, красавица, защитник, враг, опасность, да, это архетипические такие категории, и, и, и когда мы, когда спектакль подключает нас к вот этим энергиям, в зале наступает что-то потрясающее, называемое катарсисом, это общее чувство, если я приду и посмотрю этот спектакль один, весь спектакль для меня будет сыгран, я не расплачусь, а сижу я в зале и расплачусь, потому что другие люди рядом со мной расплачутся, понимаете, да, вот это вот, вот это вот комбинация произойдет, и она, она типическая, она имеющая отношение к традиции, к вечному, к вечному, к тому, что работает и работала очень долго, к тому, что существовало всегда, человек социальное существо, это, это инстинкт, человек не, не атом, хотя последние десятилетия очень много об этом нам говорят, очень много последние годы, десятилетия, поколения, культура, разрушающая культура, разрушающая человека, разрушающая гуманизм, говорит, говорит, о том, что я, это важно, люби себя таким, какой ты есть, принимай другого, какой ты, какой он есть, слушай себя, да, мы, нам со всех утюгов дают эти советы, начиная от психологов, психоаналитиков, которые, мы платим где-то 2000 рублей, где-то 7000 рублей за сеанс, кому-то 10, заканчивая, не знаю, подружками, не надо принимать другого человека таким, какой он есть, давайте начнем принимать другого человека таким, какой он должен быть, давайте требовать от другого человека, который рядом, давайте понимать при этом, что мы не имеем права требовать от другого человека, если мы не требуем от себя, давайте не соглашаться с тем, что есть в нас плохого, давайте стремиться менять мир, понимая при этом, что единственный, в общем-то, по большому способу способ изменить, по большому счету, способ изменить мир, это изменить себя, конечно, себя, человек, который работает собой, неизбежно начнет жалеть другого человека, курить не можешь бросить, господи, как я тебя понимаю, я же, я же замучился бросить, не могу бросить, но я знаю, что я должен бросить, поэтому ты, сволочь, тоже должна бросить, пообещай мне, давай вместе, вот, все, понимаете, происходит что-то, что в театре происходит в каждом спектакле, не в таком грубом примере, в утрированном, естественно, но театр это вот это, посмотри, как я страдаю, посмотри, как я мучаюсь, посмотри, как тяжело обманывать, посмотри, как страшно предавать, посмотри, какая кара меня постигла за то, что я нарушил святые заветы своих родителей, я нарушил правила, которые растут из прошлого, посмотри, и не делай так, ну, про это получается, про воспитание, про самовоспитание, может быть, для кого-то это выглядит слишком, так сказать, пафосно, правило не существовало, например, нет, вся история человечества, там, неважно, три тысячи лет или восемь тысяч лет, это набор правил, не нарушая правила родителя, ты поступаешь, как сама считаешь нужным, это прекрасно, это творческая природа человека, это, это соотношение старого и нового, понимаете, это, говоря про театр, я же уже сказал, я уже сказал, что невозможно заниматься только новым, если ты отрицаешь традицию, нафиг, не могу я уже слушать про твоих родителей, про моих родителей, плюнь, я хочу уйти от них, они, блин, уроды, сапожники, или там хлеборобы, вообще отстойные, они такую страшную музыку слушают, я их не люблю, я не могу, я хочу уехать в город и поступить, наконец-то, на курсы, я не знаю, крупье, барменом хочу стать, все, плюнул, ушел, ад, понимаете, его ожидает, этого человека, ад, но я говоря про этот сценарий, я совсем не говорю, что этот человек, у него может быть конфликт с этими колхозниками, родителями, он действительно с ними может, но он должен сохранить любовь, он должен понять, что для того, чтобы реализовать свое предназначение, а предназначение человека, православная антропология, наша человеческая антропология, так и мысли человека, человек это творческая личность, в нас есть святой дух, в нас есть Бог, в нас есть свет, в нас есть творец, и мы творцы, но для того, чтобы мы реализовали наш творческий дар, нельзя предавать родителей, во всех смыслах этого слова, и в смысле биологических родителей, и в смысле учителей, в школе, в вузе, ну, ну, конечно, мы много, мы часто, ну, а как, ну, а кто из нас не, 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 не лажал, а кто из нас не, не, не грешил, в этом смысле, да, но у нас есть возможность каяться, у нас есть возможность каяться, а покаяние, как церковная практика, очень описанная, понятно, готовься, читай молитва слов, на исповедь, в храм иди, потом причастись, и все, но есть еще и некая социальная трансформация, то есть, ты можешь быть не христианином, ты можешь быть не православным, ну, мало ли кем, и ты идешь в театр, и ты похожие вещи проживаешь с собой, и в этом отношении действительно с храмом, Станиславский, вы же знаете все, вот этот театр как храм, да, ну, это словосочетание так принято говорить, и в этом отношении театр действительно очень близок к храму, потому что ты можешь, если ты переживаешь катарсис, катарсис, перерождение духовное, если ты плачешь на спектакле, грубо говоря, если ты плачешь, слезы, это один из показателей катарсиса, если ты смотришь спектакль, ты плачешь, все, ты выйдешь другим человеком, эти слезы невероятно очищают, и твое предательство, и твои грехи прощаются, они, эти слезы, они искупают, потому что ты, ты, ты пожертвовал, ты пережил, ты стал чище, и это, конечно, происходит в отношениях с тем, что было до тебя, это вещи, которые так просто, раз, о, я придумала катарсис, так не сделается, катарсис, греки придумали, а на самом деле, конечно, не греки, раньше греков были, те же, те же египтяне, у них там невероятное, и метапсихоз, и все, все, все было, расписано это, есть какие-то вопросы еще, или реплики, возражения, пожалуйста, как существование разных культур, разных ценностей, то, что для нас представляет табу, то, или нет, его культуры, ну, вот, это все является, можно, ну, если, если развивать, если развивать вот эту вот мою формулу, ну, диалектическую, да, то есть, просто диалектика, это хорошая вещь, нельзя ею ограничиваться, но ею надо владеть, если совсем просто рассуждать, это там плюс-минус, да, нельзя все сводить к плюсу-минусу, нельзя все сводить к двоичной системе, но когда я говорю про, про соотношение новации и традиции, то я вот действительно, ну, вот что-то похожее на вот этот значок дау рисую, да, ну, его они, конечно, в этом отношении китайцы красавцы, они смогли сделать иероглиф, потому что это иероглиф фактически, он очень много в себе несет, да, белое перетекает в черное, черное перетекает в белое, внутри белого есть черненькая точка, внутри черного есть беленькая точка, и все вот это вот постоянно взаимодействует, и вот традицию инноваторства нужно понимать таким образом, теперь ваш вопрос, другая культура и наша культура, вот ответ, вот ответ, ты русский человек, ты везде слышишь из каждого, так сказать, утюга о том, что русские это фашисты, это вообще какая-то это, а вот Европа это хорошо, или наоборот, Европа это страшно, это гейропа, у них там мрак, у них там гей-парады, у них там люди с ума сошли, а русские хорошие, чистые и пушистые, понятно же, что ни первое, ни второе в своей крайности невозможно, но когда вы говорите другие культуры, тогда возникает, о боже, а сколько этих других культур, есть китайцы, есть индусы, есть европейцы, соберем их вместе, да, европейцы, не будем учитывать, на самом деле, разница между португальцами и итальянцами, она колоссальная, но скажем европейцы, есть шииты, суниты, ну Иран, господи, Иран, какая Европа вообще, ребята, какая Россия, Иран, там в пять раз дольше история, понимаете, там великая персидская культура, поэзия, миниатюра, нам вообще не снилось такого богатства, и что я теперь, каждую мне культуру изучать, я же с ума сойду, тогда этой диалектикой надо правильно пользоваться, если ты русский, я сейчас говорю не про паспорт, если твоя фамилия Дзевашвили, но ты учился в русской школе, ну, значит, в этом смысле ты русский, да, как вот, ну там, Рамазан Кадыров сегодня главный русский, он чеченец, он чеченский патриот, и русский офицер, и русский генерал, он русский генерал, он не чеченский генерал, он русский генерал, и если ты русский, вот в этом смысле, в культурном, в цивилизационном, тогда ты возьмешь вот эту половину, вот эту диалектику, да, и вот эту, вот эту половину отдашь русскому, понимаете, то есть, ну, грубо говоря, 50% твоих книг, это будут книги русских писателей, я утрирую сейчас, утрирую, это русская книга, потому что, изучая, будучи русским, я должен изучить писателей второго ряда, третьего ряда, а кто там в 18 веке был, ну там в России, литературу, мы же не знаем писателей, да, не, давайте, давайте поинтересуемся, там, вот как я там вспомнил, Тредиаковского или Сумарокова, кто из вас знает, ну, мало кто знает, не буду даже просить рук, рук поднимать, а это надо учить, не только Пушкин, не только Лермонтов, а еще вот этот, а еще Дельвик, а еще Языков, да, и пошло, пошло, Комяковка, ну, и ты, аж Серебряный век, это же бесконечно, и вот это вот все, в рамках вот этой стратегии, а эти 50% ты тратишь на мировую культуру, и вот здесь уже распредели эти 50% между этими, этим дай 10%, этим дай 15%, этим 30%, этим 5%, и у тебя в общей сложности получится, ну, там, ну, да, 20%, получится 50%, вот, вот, вот так вот как-то, это такая штука, но иранец, который будет, иранец, вот здесь будет 50% своих сил, времени, денег, отдавать на иранскую культуру, или там на мусульманскую, а эти 50% на русскую, европейскую, греческую, византийскую, или еще какую-то, вот так вот, и вот так вот будет это, условием для того, чтобы это было, является наличие цивилизации, это важно, надо понимать, что Россия это цивилизация, это не культура, если ты эстонец, у тебя не хватит вообще эстонских писателей, чтобы вот это вот все, их нету, значит, ты будешь вот здесь вот балтийских изучать писателей, а здесь африканских, китайских, индийских, иранских, персидских, ну, там, или еще каким-то, вот такая вот, вот такая вот жизнь интересная, вот такой вот серфинг, понимаешь, вот такая вот такая траектория должна быть в этом отношении, мы не должны предавать, вот не должны, традиция, инновация, русская, патриотизм и мировая культура, нельзя предавать, нельзя развивать, если ты владеешь диалектическим методом, и тогда в театре, ты будешь, живя, занимаясь театром, ты будешь понимать, насколько театр одновременно связан с новаторством, и с традицией, и ты поймешь в итоге, что нельзя противопоставлять, нельзя задавать, я всегда это, иллюстрирую это этим, ну как бы, у меня иллюстрация, она убойная, я считаю, нельзя ребенку задавать вопрос, кого ты больше любишь, маму или папу, нельзя, это грех, это бред, это глупость, даже если он кого-то больше любит, нельзя, надо в ребенке формировать, понимание, что мама и папа, это одно и то же, а это одно и то же, это мир, не понимая свою родную культуру, не изучая ее подробно, как устроена эта вышивка там на платочке, какого-нибудь там 17 века, ты не поймешь, какую-то там йога сутру, это вот мода, ты думаешь, сегодня интернет, все есть, вот оно и все есть, там потусовался, зашел сайт, который посвящен индийской тантре, посмотрел, зашел сайт, который мусульманским суфием, каким-то практиком, а здесь вот иезуитский орден, а здесь вот православные монахи, и ничего не понял, и ничего не это, нет, нет, надо копать и вглубь, и вширь, тогда что-то получится, театр, вот про вот эти поиски, про вот это занятие, вопросы есть еще? Пожалуйста. Я не имею полномочий вам сказать, вот у меня сейчас, у меня есть разнарядка, пожалуйста, вот сейчас у меня, кто сейчас подойдет, тем дам, это индульгенцию, 556 рублей, да, плюс полтора процента, перевод, Тинькофф банк, пожалуйста, не попадете, да, дети мои, это, 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 это очень такая тема, бесконечная, серьезная, но, 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 в общем, культура отвечает на этот вопрос, я не могу отвечать на этот вопрос, культура отвечает на этот вопрос, и она, конечно, отвечает вопросом утвердительно, достаточно, Ну, даже если у вас нет пока еще навыка читать такие тексты, как, например, божественная комедия Данте, а любой человек, который серьезно интересуется культурой, театром, мировой культурой, ну, обязан, конечно, это все читать, прорабатывать, думать. Ну, хотя бы просто посмотрите на структуру, подумайте о том, как устроен этот текст, и там есть ответ на ваш вопрос. Предатели, они в аду, и не на первом кругу, понимаете? А если как, если ты отворачиваешься от родителей, а как тебе еще назвать? Можно покаяться. Вы говорите, что единство происходило. Тем более вчера юбилит у Александра Паслова. Ну, все поздно, представляете? Мы поздравляем, не состоим. Ну, вот тоже, вот смотрите, вышли мы, задумывались о чем-то, действительно нас поразило, впечатлило все. И опять же, в той среде, где мы больше всего обитаем, находятся, это все вот так, все. Это вот сейчас наполнено этим, если к самому слушатому, то это, конечно, оно теряется. Так же и с родителями. Ну, как, что? Я один раз решила, что для этого и есть как бы вот это общение. В театре же происходит общение. Конечно. Мы плеваемся туда, мы с ним совместно, потому что вот концы где-то происходят, мы с ним действуем. Правильно. Когда я говорю, что театр является уникальной и удивительной практикой антропологической, которая дает удивительные возможности для развития, я же не говорю, что это вот, ну, как я пошутил про индульгенцию. Ну, ты сходил нам это, а потом ты, пожалуйста, и прямо сходил на хороший спектакль и после этого к любовнику, да, потом с ним в казино, потом там... Нет, конечно. Нет, театр дает пример. Еще раз повторяю, архетип. Пример. Ты этот пример, это как огонек. Видели фильм Тарковского «Ностальгия», где артист, покойный артист Ленкома, Олег Янковский, несет свечку по бассейну итальянскому. Это вот, это такое, она моментально будет задута. Она, тебе ее дали, вот тебе ее дали, ты покаялся в храме, ты причастился. Ты выходишь, и там даже в молитвословии написано «Сохраняйте благостное состояние». Ты вот вышел, и ты здесь, ты вышел из церкви, покаялся такой счастливый, а здесь какой-то козел, ты его пнул там, блин, что ты, чурка какая-то, прошел там, блин, я такой православный такой, а ты вот здесь. И все, ты в аду. Естественно, так же и с театром. Ты вышел, ты поплакал, ты увидел, как прекрасна жертва, и пришел, и говоришь, спрятал там какой-нибудь там, я не знаю, кошелечек свой, здесь достал эту денежку сюда, сделал эту сюда. Или там какая-нибудь жена там, у меня есть знакомый юрист, знакомый, очень крупный адвокат, он там, ну, миллиардерские дела ведет. Там такое рассказывает, говорит, я с этими семьями жил, ну, я с ними дружил, какие в рестораны, какие поездки, какие мы были близкие друзья. И потом я оказываюсь, ну, адвокатом на суде, и такое узнаю. Она не просто там, ну, там, он изменил, она ему мстит. Нет, говорит, там, 12 лет она залезала в карманы там, в портфеле, фотографировала, переписывала там, ну, каждую, ну, это там, ну, да, да, всякие реквизиты. А потом раз, пришла и опс, и все. Это даже не буду называть фамилию, вы ее знаете. Это фамилия этих людей, у которых там эти, ну, там, жены. Причем очень много из этих олигархов, они даже, они не стали спорить с этими женщинами. Они сказали, нет, 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 бери там полмиллиарда и все. И четко проиграли. Так просто она жила в этом, понимаете, там, всю свою жизнь, детей рожала ему. Это, это, это наш выбор. Конечно, никаких гарантий. Театр уж точно не даст. Никто не даст гарантий, никто. Но театр даст пример, возможность нам об этом задуматься и возможность нашу жизнь, наш духовный опыт уже подключить к тем сюжетам, которые существовали до нас, которые придуманы и описаны великими драматургами, сыграны великими актерами. И в этом отношении, конечно, театр нас может невероятно обогащать. Я заканчиваю, с вашего позволения. Просто вот меня попросили сообщить вам, что есть необходимость пригласить на творческие испытания в новой школе. Но все, что касается сайта, там, телефонов, вопросов про нашу школу, это все несложно найти в интернете. И будут творческие испытания. Будут творческие испытания. Вы прямо сейчас уже можете, да, я так понимаю, что-то. 30 апреля с 10 до 12.00. Творческое прослушивание, да? 30 апреля? Да. Можете, можете. QR-код на экране. Вот QR-код на экране. И вы можете этот QR-код сфотографировать. И, соответственно, записываться на творческие прослушивания. У нас, несмотря на то, что образование платное, конкурс достаточно серьезный и он растет. Я не сомневаюсь, что он будет расти. То, что мы сейчас делаем со школой, то, что мы сейчас, как я говорил, что 17 марта у нас должно было быть объявление о новом театре, который будет очень сильно связан с новой театральной школой. Увы, специальная военная операция на Украине, наши планы не разрушила, но просто очень серьезная корректировка произошла. Ничего, мы справимся. И мы, я уверен, что в следующем году учебном и те студенты, которые на первый курс к нам поступят, и те студенты, которые уже с нами, они получат значительно больше опыта театральной практики и общения с педагогами. Большинство наших педагогов – это артисты МХАТ имени Горького. Так получилось, потому что я там работал худруком, и я их приглашал. Но сейчас мы и новых много достаточно приглашаем педагогов. У нас есть магистратура, есть специалитет, есть дополнительное образование. Это порядка шестимесячных курсов, достаточно быстрые. Но это уже информацию вы сможете получить уже не от меня. А если будут вопросы, у меня будут еще мастер-классы, да? Когда? Не знаете? Дат еще нет, но у меня еще будет парочка. Если будет интересно, можете приходить еще раз, тогда, может быть, конечно, будет другая тема. Можете даже что-то мне написать к этому мастер-классу. Я уже постараюсь это все учитывать и отвечать. Спасибо большое. До встречи. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok